Китайские автопроизводители обезумели. Они выпускают не просто рестайл, который выше, быстрее и сильнее предыдущего автомобиля, так он еще и становится дешевле. Поэтому китайцы, которые купили лакшери автомобили, не удивляются тому, что на сегодняшний момент офисный планктон ездит на этих автомобилях и радуются тому, что это хорошая замена Hyundai Solaris. Но это не касается нашего сегодняшнего героя. Но тем не менее, те, кто купил Zikar 009 в марте 2024 года, немного подрастроились, потому что новый Zikar 009 All New стал чуточку дешевле, а именно на 100 тысяч юаней. Сегодня краткий обзор Zikar 009 All New. Погнали, я за вами! Честно, я долго вглядывался в силу этого автомобиля и не мог понять, в чем же кардинальные изменения этого автомобиля от дорестайла версии 2022 года. Конечно, я понимаю, что появился лидар, только Tesla в настоящее время себя чувствует прекрасно без него. Но тем не менее, как оказалось, по габаритам автомобиль стал всего лишь длиннее на 8 мм. Благодаря двухуровневой подвеске высота подножки стала 38 см, высота вот этой подушки 40 см. Если раньше китайцы бездумно оббивали салон автомобиля кожи, то сейчас решили вложить все деньги в качество. Эти сиденья из кожи напа не просто с подогреваемым обдувом и массажем, так еще и на морозе она абсолютно не морозится. Правда, умолчали про жаркое время суток, но для этого здесь есть холодильник, который охлаждает, нагревает и даже замораживает. Диапазон температуры у этого холодильника от минус 6 до плюс 50. Для деловых людей здесь установили розетку TFC на 100 Ватт для того, чтобы работать на ноутбуке. А для тех, кому нечем заняться, телевизор с покрытием OLED точно такой же, как на последнем iPad Apple. Наверное, тот факт, что в мире постоянно меняются законы о тонировке. Зикар подумал о нас и придумал вот такие шторки, которые создают интимную обстановку. Но вся проблема в том, что степень затягивания этой шторки с очень маленьким усилием затяжки. Если в дорезе раньше пассажиры третьего ряда ни во что ставили пассажиры второго ряда, постоянно нажимая на вот эти кнопки для того, чтобы войти или выйти из автомобиля, то сейчас для этого придумали маленький коридор 17 сантиметров. Но эти кнопки оставили для того, чтобы можно было комфортно отодвинуться и не чувствовать себя, как в кинотеатре, пропуская людей, которых не пустили в первые ряды. Пространство автомобиля как будто стало больше, но визуально это почему-то не воспринимается. Для того, чтобы не было соблазна бегать по салону или переключать передачи на телевизоре, придумали ограничитель в виде столика и маленького кармашка для пульта от телевизора. Чтобы автомобиль стал на 100 тысяч дешевле, убрали электрические настройки заднего ряда сидений, но оставили, как и в 2022-м, большое пространство над головой. Но рано радоваться, багажник достаточно очень маленький, так что в случае чего этим пространством придется воспользоваться. Но все это коррелируется наличием кондиционера. Правда, настройка по градусам происходит на втором ряду сидений, так что лучше с этим пассажирами не ссориться. Агумулятором батареи вместо 118 кВт стало 108 кВт, но это не мешает производителю указывать те же самые 740 км пробега на одном заряде. Правда, это только на переднеприводной версии, которой, кстати, не было в предыдущей. Полноприводная версия проезжает 700 км на одном заряде, то, в принципе, можно сказать, все одно и то же и так и осталось. Но за дополнительные 50 тысяч юаней можно приобрести 140-ю аккумуляторную батарею. На архитектуре 400 вольт. То, что автомобиль может принимать зарядку 800 вольт, было объявлено еще 4 года назад, а вот то, что автомобиль может заряжаться за 10 минут на 500 км, было объявлено впервые. Стоимость автомобиля на границе Харгос, 7-местная версия передний привод, 422 420 юаней, 310 кВт двигатель, 440 Нм крутящего момента. 7-местная топовая комплектация стоит 442 660 юаней на границе Харгос, 60 на 1100 долларов. 580 кВт двигатель, 810 Нм крутящего момента, 6-местная топовая комплектация, 452 790 юаней на границе Харгос или 62 500 долларов. Точно так же 580 кВт двигатель, 810 Нм крутящего момента. За дополнительные 50 тысяч юаней эти автомобили можно апгрейдить до 140 кВт аккумуляторной батареи. Хотите себе такой автомобиль? Нет ничего проще. Exporta.ru мы привозим китайские автомобили под ключ, даже такие, как Zicard 009 All New. Увидимся на следующем тест-драве. Всем спасибо и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok